Я понял такую вещь, что отношение с родителями очень зависит от отношения со всеми людьми. Нет, это неправильное мышление. От отношения с родителями зависит от отношения с детьми. Нет. Отношения с людьми... С людьми со всеми, со всеми, со вторными людьми. Да, это может быть проклятие. То есть, если ты оскорбляешь родителей, то ты попадаешь в другой слой жизни. То есть люди, которые по-доброму ко всем относятся, они живут в благости. То есть им легко общаться с другими. Те люди, которые деловые отношения с близкими людьми строят, они попадают в слой страсти. Означает, их никто не слышит. Всё по инструкции. Если мы оскорбляем близких, попадаем в невежественный слой. Нас не любят, будут злиться на нас. Так вот вопрос. У меня с отцом разрывное отношение. Мы общаемся, но по телефону. То есть он в другом городе. Вопрос в том, чтобы наладить отношение, достаточно просто простить. И в душе, чтобы не было. Нет, у вас нет понимания. Вы думаете, что свободу от его насилия вы можете получить с помощью насилия? Это неправильное мышление. Его насилие, оно основано на любви. То есть он очень сильно привязан к вам. Поэтому хочет, чтобы вы делали так, как он понимает. Читает правды, истины. Если вы понимаете по-другому жизнь, то вы должны с ним соглашаться сначала. Вы должны говорить, да, папа, спасибо тебе за заботу. Спасибо, что ты заботишься. Я буду пытаться понять. Я честно не понимаю, почему ты так думаешь. Вот мне кажется, что лучше я вот так буду жить. Но ты как бы не нажимай на меня. Я все равно буду стараться понять, как ты хочешь. Потому что я тебя люблю, уважаю. Поэтому я буду стараться. У меня только к тебе одна просьба. Если у меня не получится что-то, ты меня не проклинаешь. Как бы пойми, что я не могу делать то, что я не понимаю в жизни. Вопрос немного в другом. То есть мы не общались с ним с детства. И сейчас по телефону общаемся. То есть у меня нет агрессии на него. Он на меня не давит. Вопрос в том, достаточно ли просто, чтобы у меня в душе не было обиды, чтобы у нас отношения... Ваша обида на человека — признак вашего невежества. Потому что Бог дает испытания человеку просто потому, что он сам виноват в чем-то. Мы отвечаем только на ситуацию нашего прошлого. То, что в прошлой жизни мы делали, мы получаем ответ. Или в этой жизни мы делаем, получаем ответ. Поэтому если у вас судьба разлучила с Отцом, то вам надо просто понять, если вы это поймете, тогда вы проще будете относиться к его поведению. Это факт, что он сам совершает греховные поступки. Он сам виноват в том, что он вас бросил там, не общался с вами. Это его жизнь. И его... Он за это будет отвечать. Но ваша ситуация, связанная с этой ситуацией, она зависит от ваших поступков, а не от него. Вот, допустим, если со мной что-то здесь будет происходить не так, там, со звуком, допустим, не так, это моя судьба. Они, конечно, за это виноваты, со своей точки зрения, со своей. Но у меня уже не первый год проблемы со звуком бывают. Я знаю, что это моя судьба. Хоть мы и прописали все, как надо сделать, все равно проблема вышла наружу. Это значит, что это моя проблема. Но если я ее не принимаю, тогда начинается хаос, начинается истерия. Вы виноваты, вы плохие. Такое мышление не помогает никому. Спасибо. Ну, то есть, вот это принятие судьбы – очень сложная тема. Я говорю, это моя судьба, но избавиться от боли и принять судьбу непросто. Для этого надо быть сильным человеком. Сильным человеком. Мы собрались? Еще кто-то придет? Нет, мы собираемся или собрались уже? Давайте тогда я буду читать лекцию, а вопросы будем завтра задавать. Каждый день за полчаса до начала лекции я сюда прихожу, и мы с вами общаемся. Ответ на вопрос. Также после лекции, когда я цветочки вам подарю, можно будет еще несколько вопросов мне задать. Там в коридоре, наверное, где-то сядем. Еще несколько человек я пообщаюсь вот так вот. Я рад вас всех видеть. Спасибо, что пришли на мою лекцию. Кто из вас никогда не слышал мои лекции, ни аудио, ни видео, никогда? Да, поднимите руку. Не так много. Замечательно. Это значит, что можно уже приступать серьезно к работе. Я думаю, те люди, которые первый раз пришли, они включатся в нашу беседу. Я буду сейчас беседовать с вами с точки зрения древней культуры, в которой есть свои правила беседы. Например, правила современной беседы в современном обществе таковы, что я должен основываться на экспериментах современной науки. Например, если современная наука не доказала, что психика человека имеет свое строение, значит, я не должен на этом основываться, не должен об этом говорить. Современная наука диктует права жизни. Если, допустим, она не доказала, что есть энергия любви, эта энергия действует между людьми, то я не должен об этом говорить. Но это непрактично, потому что если я не буду говорить об энергии любви, то как я буду говорить о любви? Она же действует, любовь действует на человека. Так? Люди любят друг друга, идет влияние, они это знают, но что это за сила, никто не знает, но мы тем не менее не можем жизнь отменить, правда? Из-за того, что наука ничего не доказала. Точно так же я говорю о жизни сейчас. Это значит, что я должен основываться на том, что жизнь может объяснить. Такие объяснения есть в Священных Писаниях. То есть там описывается, что нельзя обманывать. В некоторых Священных Писаниях просто говорится, нельзя обманывать, а в других говорится, почему, что из этого будет. То есть оказывается, существуют какие-то законы, которые нельзя объяснить с помощью современной науки, с помощью эксперимента. но зато они действуют. И, например, свою кандидатскую диссертацию я защитил просто потому, что есть действия. То есть я описал, какие изменения происходят в слушателе моих лекций. Например, больше 60% людей меняют свою личную жизнь в результате слушаний лекций. Около 80% улучшают здоровье. И так далее. Есть статистика. Эта статистика была принята с Советом Диссертационным. Они решили, что эта деятельность, она очень актуальна. Она улучшает качество жизни людей. И поэтому я действую. Хотя, допустим, сейчас люди не знают о том, есть ли жизнь после смерти или нет. Хотя, опять же, есть такой метод исследования, в котором просто мы используем не взаимодействие каких-то физических тел друг с другом, а просто факты. Например, есть ученый Моуди, доктор наук, он взял и он работал в реанимации и доказал, что люди, они себя помнят, когда останавливается сердце и мозг. То есть, нервные импульсы не идут. Мы же считаем, что психика работает на основе нервных импульсов. Нервные импульсы не идут, но этот человек видит вид сверху, видит, что происходит в операционной. Он рассказывает то, что говорил в это время. Все синхронизировано. Там ничего не перепутать нельзя. То есть, если это он сказал, это значит, что он точно это воспринимал в тот момент, когда энцефалограмма давала ноль. Все значит, первичность нервной системы, как утверждал Павлов, не является истиной, что нервная система рождает любовь, мысли и является основой для психики человека. Нет. Беды говорят, что наоборот. Нервная система пытается психической энергией, поэтому она живет. И мысли человека, они существуют благодаря тому, что есть другие принципы существования работы нашего организма. Например, есть такое психическое тело или невидимое тело, или, как говорят на санскрите, линга шариран, тонкое тело. Но тонкое означает невидимое. Оно делится на три части. Есть ум. И вот слово ум, интересно, оно есть в русском языке. Есть разум, слово, есть эгоизм. Эти все слова есть в русском языке. Это означает, что древние люди знали о том, что это все существует и делится, найти подразделение. Потому что в ведах конкретно описано, что такое ум. Он на санскрите называет манас, манас ум. Такая психическая структура, которая является остовом, остовом для всего нашего организма. Эта психическая структура не умирает после смерти. Остов, на котором создается жизнь, существует до жизни. Это объясняет тот факт, почему из семечка клёна, допустим, вырастает клён, а не какое-то другое дерево. Оказывается, в тот момент, когда в семечко попадает вода, то психическое тело заходит в него, именно клёна, потому что другое не зайдёт, заходит в него и по чертежу есть каналы в психическом теле, которые называются шротасы. По этим каналам растут клетки. Они, оказывается, растут не просто так, куда хотят, они растут внутри психических каналов, как внутри чертежа. Так создается организм. Это описано. Значит, как объяснить, что в нервной трубке у человека соединение идёт, точное соединение с разных сторон. Если нет никакого наведения, способа наведения, как они соединятся в трёхмерное пространство? Ничего же нет, они растут, раз, соединяются в клетки. Это означает, что есть какие-то каналы тонкие, внутри которых это всё растёт, так оно и есть. У нас есть шротасы, психические каналы, я могу их диагностировать. Оказывается, ум может работать как прибор, и он может, и при правильном настрое, он может воспринимать тонкое тело другого человека, потому что мы же взаимодействуем тонкими телами, и можно определить у человека какая проблема. Вот так, допустим, я диагностировал, женщина объяснила ей, что у нее за проблема, и сказал, как её лечить. Это результат контакта тонкого, психического. Итак, есть ум, он имеет пять чувств. Все чувства, они как связывают ум, они две функции имеют. Одна функция, они берут энергию счастья, которая питается ум, для того, чтобы жить. Энергия счастья это энергия, которая питает весь организм. Печень, сердце, почки, все органы, они питаются разными видами энергии счастья. Например, сердце питается энергией доброты, а печень стабильности, спокойствия. Позвоночник питается энергией последовательности, чтобы человек не нервничал, не злился. Кишечник, трудолюбие, головной мозг питается энергией отдыха. Если человек не отдыхает, работает у него, перенапрягается мозг. И так далее. Человек не может жить без счастья. Пять органов чувств, пять не органов, а пять чувств. Органы чувств, это уже грубому телу принадлежит ухо, но есть чувство слуха, оно принадлежит психическому телу. Оказывается, чувство слуха живет без грубого тела. И при особом настрое человек может слышать даже без уха. Есть такие примеры. Ванга, например, видела без глаз. Это доказано. Она видела людей, общалась с ними, описывала, как они выглядят, и не было глаз ванга. И так далее. То есть, есть чувство зрения, но принадлежит уму, видит ум. С помощью нервной системы, конечно же, когда мы в грубой теле находимся, но мы можем действовать по-другому. Например, когда человек оставляет тело, выходит за его пределы, он видит все, но уже не глазами, тонким зрением. Итак, чувство получает счастье извне. Без счастья жить невозможно. Человек не может жить без счастья. Ихватка счастья выражается в виде отчаяния, боли, депрессии, усталости. Разные виды энергии счастья, голод по ним дают разную ситуацию в жизни в нашей. Чувства также выполняют функцию соединения между собой разных элементов тонкого тела. Например, чувство слуха принадлежит уму, а действует внутри разума. Есть еще одна функция тонкая. Если ум это структура, в которой все живет в организме, и в уме находится наша судьба, там находится память о наших прошлых поступках. Она находится прямо в области сердца, вот здесь, не в сердце, а в этой зоне, как шар. Эта судьба имеет форму шара. Внутри этого шара находится душа. И она видит сквозь прошлые поступки и события весь этот мир. Если возбуждается какой-то поступок, событие, какое-то то душа в свете окрашивается вся судьба человека, окрашивается этим узелком кармы, карма-васана на санскрит называется. Выходит какой-то узелок, возбуждается и окрашивает всю нашу жизнь каким-то цветом. Цветом печали или цветом радости, цветом счастья, чьей-то спокойствии или напряжения. Душа смотрит на мир сквозь свои поступки, сквозь судьбу. То есть каждое действие человека влечет за собой определенную жизнь дальше. Человек не имеет права поступать неправильно. Разум это такая функция, которая изучает, как правильно жить. Она собирает счастье с разных мест. Знание это как раз то, что дает понимание, как быть счастливым. Когда человек изучает что-то, он ищет счастье. когда человек находит, он успокаивается, ему становится хорошо. Я теперь знаю, как мне зарабатывать деньги. Мне хорошо, я счастливый человек, у меня все склеилось, я изучил, я понял. Я теперь знаю, как общаться с мужем, с детьми, с женой. Я теперь знаю, как жить в Иркутске. Получил знание, что за город, почему мне было трудно. Теперь я знаю, что мне делать, чтобы легче было жить в этом городе. Без знания человек не может быть счастливым. Знание получает разум, контактирует с источниками знания. Разум это такая функция человека, который может настроиться на какой-то объект и изучать его, оттуда получать счастье. Но иногда разум настраивается на несчастье и получает от него знания. Такой разум называется разумом в невежестве. Когда человек допустим на кого-то злится, плохо думает о ком-то и думает я тебе устрою, в это время он разрушает свою жизнь, потому что он вместо счастья получает несчастье уже внутри себя. И думает я когда его разрушу этот объект, тогда я буду счастливым. Но это игрузия, заблуждение. Если ты кого-то разрушишь, тебя потом тоже кто-то разрушит. И так до бесконечности. Никогда не бывает так, чтобы мы сделали плохо и получили хорошо в замен. Есть еще такая функция, которая осознает себя в нашей психике. Эта функция называется чувство собственного достоинства, эгоизм или ощущение себя как личности. То есть все вот что существует, разум, ум, это функционирует для меня. Но я должен себя осознать, иначе как я пойму, что это для меня функционирует. Например, когда это чувство собственного достоинства уничтожено, вернее, как бы работает неправильно, человек может себя вообще не понимать. В результате попадает в психбольницу, он не чувствует, что он это он. Его деятельность не связана с ним. Как-то самосознание где-то в другом месте находится. Таким образом, есть три функции психики. Каждая находится в взаимодействии друг с другом. Наше грубое тело или организм на санскрите называется янтра. Слово янтра переводится так же машина в санскрите. Оказывается, наш организм является сложной машиной, в которой живет душа и психика человека. Если человек считает себя этой машиной, то он находится в заблуждении. Такой человек думает, что со смертью тела он так же умирает. В результате у него складывается впечатление, как надо жить. Совесть тогда не нужна, потому что совесть нужна для того, чтобы потом не было бучительно больно. Но если за бесцельно прошлые годы, но если у тебя как бы ты являешься грубым телом, тогда будущего никакого нет. Ты после смерти тела тоже теряешь существование, поэтому пей, гуляй, веселись, делай что хочешь, лишь бы тебе было хорошо в этой жизни. Если тебе в этой жизни хорошо, дальше ничего нет. Такое мышление. Такая философия. Видите, знание определяет нашу жизнь. Если я считаю себя телом, значит будущего нет. Я делаю чок-чок. Если я понимаю, что жизнь есть дальше, тогда надо понять, от чего зависит моя следующая жизнь, что дальше со мной будет. Вот с этим надо разобраться. И поэтому мы говорим своим детям о том, что ты должен правильно сейчас жить. Иначе потом будет хуже, не очень хорошо в твоей жизни будет потом. я во время лекции буду включать песни, потому что веды говорят, что разум, а я опираюсь на веды, разум человека без энергии любви не работает. и нужен очень глубокий чувственный опыт, чтобы что-то понять. Я, допустим, сейчас сделаю утверждение, что у человека жизнь должна быть нацелена на будущее, что человек должен не просто жить, он должен четко понимать, что дальше будет с ним. Он должен это чувствовать. И это ощущение будущего является ключевым фактором жизни человека. И особенно это остро чувствуется в детстве. Поэтому сейчас мы послушаем. Но он спрашивает одновременно строго, а ты что для того сделал, чтобы ты в эти чудесные края попал? Вот в этом заключается суть жизни человека, в этой идее. Если человек этого не понимает, значит он потом пожалеет от своей жизни. Если он просто в суету попал, то тогда он пожалеет своей жизни. На самом деле само слово счастье оно даже просто с древнерусского языка переводится сейчас сейчас тье существование. Оказывается человек должен очень реально осознавать что он сейчас делает. Ну то есть в чем смысл его действий. Потому что есть два смысла действий. Один смысл действия это самовыживание, а второй это смысл жизни, это глубокое понимание что для завтра ты сегодня сделай. Самовыживание это действие для сегодня. Оказывается большинство людей они чем занимаются? Они строят дома, они зарабатывают деньги, создают семьи, детей воспитывают. Это что за деятельность? Это деятельность для того чтобы жить. Человек без этого не может жить. ему нужно детей, нужна работа, нужны деньги. Но как она связана эта деятельность завтра? Никак. Потому что завтра у тебя ничего этого не будет. Когда человек уходит из этого мира, он уходит голеньким, никого собой не захватывает, ни детей, ни жену. Один остается. захватывает. с этой точки зрения что-то он, конечно, захватывает собой. То, что произошло внутри психики его, это остается с ним. Поэтому в ведах само слово «тонкое тело» переводится как «тело желаний». Другой перевод тонкого или психического тела – тело желаний. Какие желания человек, какие поступки он совершал, то он с тобой захватывает дальше. Но даже если сейчас, допустим, вы меня обвините в том, что Олег Геннадьевич у нас кризис в стране, что ты нам лепишь про завтра? Давай сегодня. Сегодня жить надо, что-то делать, чтобы нормально жить уже, на лекцию денег нет сходить. Я согласен с этим утверждением полностью. Но оказывается все связано. Вот это все связано вместе, потому что если человек правильно живет для все будет лучше. Поэтому есть два типа действия. Один тип действия на то, чтобы сейчас выжить, а другой тип действия это то действие, которое улучшает судьбу человека или развивает его как личность. Приведу вам пример. Я с одним индусом как-то подошел к одной женщине, она всю жизнь носит кирпичи на голове, чтобы строить. И за эту работу получает горку риса, немножко риса, все больше она ничего не получает. Я ее спросил через переводчика, почему бы вам не получиться, не получить образование и не получать больше для своей жизни, вы же больше достойны. Она говорит, мой отец так жил, все у меня так жили, я безграмотная, я не верю, что я могу выучить буквы, тем более, что меня никто учить не будет, у меня нет денег на учебу даже, я буду носить кирпичи дальше всю жизнь, меня это устраивает. Я говорю, у вас нет ни жилья нормального, ни медицинского обоуслуживания, вы питаетесь только одним рисом, может вам более разнообразную пищу кушать надо, для этого нужно немножко развиться как личность. Она говорит, я пошла. то есть она не услышала меня. Но интересно знать, что я вижу другой пример, ребята просто молодые парни из деревень, они идут в храм жить, просто в храм монахами, и живут в храме, получают образование, работают, служат Богу, развиваются как личности, проходит 15 лет, и этот молодой человек в возрасте 35 лет становится образованным, понимающим, как устроен мир, и он вот из этой глухой деревни, с неграмотными родителями, которые носят кирпичи, он начинает жить совсем другую жизнь. В чем заключается его разница его образования от нашего? Мы получаем образование какое? Вычитать и умножать, да, то есть мы учимся каким-то техническим вещам для того, чтобы быть квалифицированным на работе, но там в этой песенке вычитать и умножать есть еще одна фраза дальше, малышей не обижать, книжки добрые любить и воспитанными быть. Понимаете? Я предупреждал про звук, судьба, ничего не сделаешь. Судьба должна двигаться в мою сторону сейчас что-то делать. Раз, два, три. Россия. Здесь все не банкируется, очень просто. Надо стукнуть, иначе ничего не будет. Вот. Я так испугался, что забыл, о чем я говорил. Напомните. воспитанными быть. Ну, то есть, смотрите, оказывается, в обучении есть еще другой момент, который мы забыли. Вот наша вся система образования забыла, что воспитанными быть важнее, чем вычитать и умножать. Потому что сейчас люди приходят на работу, говорят, у меня там два высших образования. И когда начинают работать, начинают со всеми ругаться, на работу опаздывать, не выполнять свои обязанности вовремя. И он говорит, слушай, нам такой человек не нужен. Он говорит, ну как не нужен? Я выучился, вот у меня классная специализация, все знаю, как что делать правильно. Он говорит, теперь ты должен еще узнать, что такое жизнь, как себя вести правильно со старшими, как с равными, как себя вести с младшими, как нужно относиться к труду, что надо книжки добрые любить, а не просто их читать. Как-то любить надо, учиться. Мы не учились, у нас нет такого образования. Мы не знаем, как друг с другом жить. Нас научили только сексом заниматься. В интернете, если посмотреть, везде показывают, как сексом заниматься. Но самое удивительное заключается в том, что это показывать не надо. Любая собачка ее не обучают, она знает. До природы человек знает, как это делать. Нечего учить, все понятно. Само по себе как-то человек догадывается, что вот так надо делать. Нет, ему не надо образовывать, а вот как жить с человеком, с которым ты сексом позанимался. Вот надо учить, потому что очень сложно. 80% разводов в семье, в стране у нас сейчас, 80%. Это значит, что все, кто пам-пам-парам, пам-пам-пам, пам-пам-пам-пра-рам, а теперь вы объявляетесь мужем и женой. Из них 80% не выполняют слова, которые они сказали там в ЗАГСе. Я всю жизнь хочу заботиться об этом человеке и так далее, любить его. И расходится, говорит, не сошлись с характерами. А ни один мужчина и женщина не могут сойтись с характерами, потому что характеры абсолютно противоположные. То, что женщине нравится, мужчине тяжело очень. А ожидания вот такие женщина говорит, будь со мною ласковым, будь со мною нежным, будь со мною бережным, будь со мною прежним. Говори счастливые глупые слова, чтоб выкаруселила счастьем голова. А все, что она ему говорит, это не мужская природа. Мужчина не может быть нежным. Он не нежный по природе. Грубый. Небережный, все время не все ломает. Вот. Неласковый мужчина по природе. Неласковый. Когда женщина бережно, нежно и ласково по отношению к нему себя ведет, он таким становится. Благодаря ее присутствует. Или мужчина женщине говорит, ты должна быть послушной. Но женщина, она непослушна по природе. Ее природа непослушная. Вот мужчины равняйся, смирно, вольно. Женщина, равняйся, смирно, больно. Непослушная женщина по природе. Но благодаря заботе она становится послушной. Она когда доверяет человеку, начинает его слушаться, естественно. Доверие вызывает у непослушание. Но природа ее не вызывает послушание. Если мужчина говорит, будь послушной, она не может. потому что только любовь, когда он ласково относится, тогда она становится послушной. Видите, надо это изучать, мы это все не знаем. Оказывается, то, что мужчине счастье, когда он от женщины ждет счастья, то, что от нее счастье в отношении для женщины это аскеза. Что для мужчины счастье? Когда счастье, которая является психикой человека, там нет следа, мы не можем след почувствовать, другая дорога. Я клянусь, что я буду по ней правильно идти, ребенок говорит. А прекрасное далеко может быть жестоко. Видите, судьба действует. Сегодня у нас лекция про судьбу, про влияние времени. Как сегодня на меня влияет время? Как вы думаете? Оно забирает у меня то, чем я должен действовать. Звук как действует время. Если я этого не понимаю, буду раздражаться, а если я понял, тогда я буду спокоен. Видите, этот звук закончился, я перешел на другой звук, который говорил прекрасное далеко, не будешь ко мне жестоко, он просил. И случайно и тот звук тоже выдернули. Видите, закономерности есть какие-то. И мы называем эти закономерности законом подлости. Почему там-то выдернули? Ну, ведь нормально же все было. Потому что так действует еще одна штучка, которую мы сейчас будем изучать. И эта штучка очень серьезная. Эта штучка называется время. Слово есть. Что такое, мы не знаем. Нам кажется, что время это просто часы. Они идут. Нет, время это не часы. Время это сила, которая, кстати, по-разному действует. На грубое, на тонкое тело. лучше не разговаривать. Это мешает. Время действует по-разному. На грубое, тонкое тело и на душу. Вы знали об этом? А что такое время? Это сила непреодолимая. Есть некоторые такие общественные деятели, специалисты по здоровому образу жизни, которые говорят, вы делаете такие упражнения или дышите в трубочку и не умрете никогда. Но будете жить и жить и жить как бы не без проблем. Вечно будете жить. Эти специалисты не знают, что в этом мире есть сила, которая все старит. Вот этот стол, как вы думаете, будет жить вечно или нет? Вот он может просто здесь стоять, его никто не будет трогать лет пятьсот, и потом кто-нибудь подойдет так, и он и рассыпался. Как вы думаете, почему? Потому что внутри каждого, каждой структуры биологической действует время. Время это сила, которая материю старит. Вот грубую материю старит. У нас тело это грубая материя или нет? Грубая материя, она стареет. То есть время действует, тело стареет. внутри находится тонкое тело, психическое тело. Оказывается, под влиянием времени оно не стареет. Психическое тело не стареет под влиянием времени. Но изменения в нем происходят. Оказывается, время, оно так действует, что внутри психического тела количество счастья уменьшается, выделяется само по себе спонтанно меньше, выходит счастья, а страданий больше. Вот в детстве, допустим, детство, когда ребенок маленький, из него исходит очень много счастья, энергии счастья. Когда мама смотрит, я в самолете летел, на соседнем лету сидела мама с маленьким ребенком, и она, когда мы прилетели, она взяла его на ручки и говорит, мой любимый пупсик, посмотри на меня, счастье мое. И она смотрела на него с очень большой радостью, с большим счастьем. Почему? Потому что от маленького ребенка в результате влияния времени, время так действует, оно изнутри, из психики человека в детстве выдавливает энергию счастья. И поэтому все смотрят на ребенка, радуются ему, любят его и целуют его любую часть тела, даже попу. Но старого человека попу уже никто не целует. Почему? Потому что счастье из попы не исходит уже у старого человека. Время по-другому действует на его тело. Видите, время действует на тело маленького ребенка, из него исходит счастье. А в старости из тела счастье уже не исходит. Поэтому старых никто не влюбляется, все влюбляются в молодых. Интересно знать, что так устроено в этом мире, что человек с возрастом должен научиться сам извлекать счастье из жизни. Оно спонтанно уже не извлекается. Как вчера во Владивостоке на лекции позавчера одна молодая девушка сказала «Олег Геннадьевич, а зачем вот эта молитва нужна? зачем нужно молиться? То есть извлекать счастье откуда-то брать счастье? Если счастье и так есть в жизни, вот я расслаблюсь, медитирую на себя и чувствую счастье. Я говорю «Да, сейчас нормально, можете так делать, но через 30 лет вы расслабитесь и медитируя на себя, счастья не почувствуете». Она говорит «А что я почувствую через 30 лет? Почувствуете болезни, страдания, усталость». Помните «Четыре мушкетера»? «Пора, пора, порадуемся на своем веку красавице и кубку счастливому клинку. Пока, пока, покачивая перьями на шляпах, судьбе не раз щепнем «Мерси, Боку». Молодости. Теперь «Сорок лет спустя». «Сколько дней осталось, как снять усталость зеленоглазое такси? Притормози, притормози и отвези меня туда, где будут рады не всегда. Ведь и так действует время. Один и тот же человек в молодости порадуемся на своем веку, но дальше, ближе к старости уже радость сама не приходит, нужно что-то делать, чтобы все были рады вокруг. В этом смысл человеческой жизни. Ребята, там вы мешаете, когда разговариваете, как-то надо закончить уже, наверное, организационный вопрос, потому что каждый звук отвлекает концентрацию внимания, снижается. Все внимание должно быть направлено в одну сторону. obile, наложение, В 20-10 в 20-10 в 30-30 в 20-30. В 20-30 в 20-30 в Продолжение следует...